Теперь Захаркин и второй год подряд вот эта картина. Понурые канадцы, которые вновь не понимают, как подобрать ключи к этой великой команде. По ходу этого турнира трех хоккеистов сборная России лишилась из-за травм. Денис Зарипов, Антон Болоченков, Николай Жердев. Это и их победа тоже. И Петра Счастливого, который здесь был и который не попал в итоговую заявку на чемпионат. И всех тех парней, которые боролись на этапах Евро-тура, создавая необходимую конкуренцию, которая позволила определить именно тех 25 хоккеистов, которые отстояли для российской команды звание сильнейшей на планете. 14 двукратных чемпионов мира теперь у нас есть. Это замечательно, это великолепное достижение и аплодируем мы треерскому штабу российской команды. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин упрямо гнули свою линию. Не отвечали они на выпады в свой адрес, когда постоянно спрашивали, почему он, почему он. Потому, потому что видели контуры этой команды и знали, что в решающий момент она умрет, но не пропустит. И вот мы видим радость наших ребят и еще раз хотим сказать, ведь хоккеисты в нашей сборной со всей страны, посмотрите, Тольятти, Москва, Электросталь, Можай, Стверь, Прокопьевск, Новокузнец, Челябинск, Пенза, Новосибирск, Нижний Тагил, Ярославль, Омск, Ангарск, ребята с Казахстана, пережегли из Креногорска, ребята с Украины, Твердовский из Донецка. Это просто, просто великая наша страна, великая, ну и не случайной была наша оговорка в начале турнира, когда вот эту сборную мы назвали сборной Советского Союза. Так оно и есть. Они родом из этой великой страны и сейчас достойны имен тех, кто ковал славу тогда еще советского хоккея в давние времена. Илья Ковальчук. Сегодня на его счету нет заброшенных шайб, но этот турнир действительно можно назвать именем Ильи Ковальчука. Он стал лучшим стайпером своей команды, лучшим бомбардиром, бесспорным абсолютно лидером, который ловил на себя шайбы, вставал на точки в браслане, помогал своим защитникам. Показывает символическую сборную, которую выбрали журналисты. Кенни Йонсен, Ши Уэбера, Мезин, Илья Ковальчук. Без сомнения, без всяких вопросов. Артем Сен-Луи. Появляется российский флаг в руках Александра Радунова. Продолжает он дирижировать переполненными трибунами. Ну и радуются. Радуются хоккеисты сборной России, которые... Давайте вспомним имена всех победителей и чемпионов. Илья Брызгалов, Александр Еременко и Василий Кошечкин, третий голкипер нашей команды. Илья Никулин, Виталий Прошкин, Виталий Мишневский, Олег Твердовский, Дмитрий Калинин, Виталий Атюшов, Константин Корнеев, Денис Гребешков и Антон Колченков. Который выбыл после первого же матча, но успел набрать баллы за результативность и причастен к этой победе, несомненно. Нападающие Алексей Терещенко, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Александр Пережогин, Александр Фролов, Сергей Зиновьев, Константин Горовиков, Александр Радунов, Олег Сопрыкин. Сергей Мазякин, Антон Курьянов и досрочно завершившие свои выступления Данис Зарипов и Николай Жердин. Тренерский штаб Вячеслав Быков, его верный соратник и единомышленник Игорь Захаркин. Руководитель делегации, президент Российской Федерации Хоккея Владислав Третьяк, менеджер по экипировке Олег Шулья. Физиотерапевты Андрей Шалев и Константин Рогатин. Физиотерапевт Андрей Парычев, видеотренер сборной Павел Костичкин. И, конечно же, наши чудо-доктора, которые держали руку на пульсе событий и делали все возможное, чтобы ставить на лед российских парней, ковавших эту победу, не жалея себя. Игорь Козлов и Дмитрий Багдашевский. Страна гордится вами и спасибо огромное за эту победу. И мы видим абсолютно счастливого Владислава Третьяка. Специально не стали мы говорить, вспоминать никаких исторических фактов, но так уж получилось, что в те разы, когда первенство мира проходило в Швейцарии, одним из городов-хозяев был Берн, трижды до этого сборная Советского Союза становилась чемпионом мира. Мы продолжили эту традицию. Перед этим финалом по 24 титула высших в истории было в активе сборных Канады и Советского Союза России. Мы вышли вперед в этом историческом противостоянии. 25-е, юбилейная победа отечественного хоккея. Илья Брызгалов лучший игрок этого матча. Это однозначно, просто однозначно. Я говорю, так все рады за Илью Брызгалову, потому что очень много было разговоров, очень неприятных разговоров. И он всем доказал, что он действительно классный вратарь. Действительно он приехал сюда, выигрывает чемпионат мира. И он этого добился. Мы имеем классных вратарей в нашей российской сборной. Ну что же, ждем с нетерпением мы церемонию награждения. И это ожидание очень приятное, хоть и томительное. Мы вновь сильнейшая команда планеты. Мы вновь лучше всех. Играем в хоккей. Сейчас рукопожатие традиционное, послематчевое. Канадцы, понурив голову, тем не менее, отдают должное блистательным игрокам российской команды, которые вновь обыграли канадцев. На этот раз на нейтральной территории. В Швейцарии. Опять разочарованы канадцы, но мы были сильнее. И это было объективно. Показывает Илью Ковальчука. Наверное, будут какие-то призы вручаться по итогам чемпионата. Но вот у меня лично нет сомнений, что лучший игрок этого чемпионата мира это Илья Ковальчук. Не вижу причины с вами не согласиться. Сергей Наилич. Я не знаю, что еще нужно и кому было доказывать Илья Ковальчуку после прошлогоднего чемпионата мира. Сейчас вопросов просто ни у кого не должно остаться. Никаких вообще. Линди Раф обменивается рукопожатием с нашими золотыми парнями. Меняются у канадцев наставники на чемпионатах мира. Есть там объективные причины. Но результат остается тем же. Сборная России первая. Сборная Канады вторая. Мне кажется, Вячеславу Быкову не совсем простой звонок сейчас поступил. Вот я твердо в этом уверен. Потому что ни с кем просто с своими друзьями он говорить бы не стал. Ну и ждем мы пока действительно все заслужившие свои индивидуальные призы их получат. Постараемся мы разобраться в хитросплетениях этой церемонии. Был у нас сценарий, но... Украли его во тьме ночной. Бывает. Получают свои... Получают свои награды. Арбитры этой встречи Юрий Петер Ирон и Петер Орсак отработали выше всяких похвал. Они действительно следовали тому правилу. Хороший арбитр в решающем матче, где достойных два соперника встретились с лицом к лицу, должен быть незаметен. Да, и вручает приз не кто-либо, а президент Олимпийского комитета Жак-Роги. И вновь и вновь не устаем мы благодарить за поддержку болельщиков сборной России, которые совершили этот вояж в швейцарскую столицу. Саратов, Тверь, Ярославль, Камчатка, Нижний Новгород, Череповец. По флагам с названиями российских городов можно изучать географию нашей необъятной Родины. Это безумно приятно. Ну вот, действительно. А какой еще был выбор у организаторов? Лучший игрок лучшей команды планеты. Но кто еще может быть после этого самым ценным игроком? Здесь уже не будет скидок на то, что, мол, победа достигнута не в основное время, поэтому титул MVP мы отдадим Дэнни Хитли, который действительно прошлый чемпионат выдающимся образом провел. Здесь нет никаких скидок. А ведь подводите, что сделал Илья. Он просто поставил приз индивидуальный лучшего игрока чемпионата мира в сторону. Да, стоит он рядом с Денисом Зариповым, причем на почетном удалении, на таком почтенном. Зачем? Сейчас наша команда получит куда более важный командный трофей, который получает прописку на родине самых лучших хоккеистов на планете Земля. А пока серебряные медали будут вручены хоккеистам сборной Канады, которые также привели очень здорово этот чемпионат мира, который выглядел очень достойно. Но мы были сильнее. До прошлого года существовало такое поверье, что нельзя пройти весь чемпионат без поражения. Наша команда опровергла это правило и более того, сделала новое правило. Чемпион должен оставаться непобедимым, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий на этот счет. Мы победили абсолютно заслуженно. Мы победили всех, кто встретился нам на турнирном пути. Были сложнейшие матчи. Посмотрите, кто вручает медали канадцам. Марк Мьесея и Стив Азерман. Легенды канадского хоккея. Мирового хоккея. Мирового хоккея. Горячусь. Наверное бы они хотели присутствовать на совсем другой церемонии. Но придется вручать серебряные медали. И пришлось вручать. Ну и часто можно увидеть, как спортсмены, проигравшие в финале, тут же, получив медаль на шею, снимают ее и прячут в карман, не желая мириться с этим. Но вот здесь канадцы молодцы. Они являют образец профессионализма. Можно только представить, что творится у них в душе. Но тем не менее, медали занимают свое место. И канадцы гордятся своим достижением. Они уступили действительно сопернику, который, я не знаю, как насчет всего чемпионата. Может быть, и поувереннее выглядели канадцы. Сегодня, в этот час чистого времени, сборная России всем все доказала. Она была сильнее. И в истории будет записано. 2009 год. Сборная России чемпион мира. Точно. Нет, я немножко тут не соглашусь с тем. Все, что вы сказали абсолютно правильно. Но для канадцев эти медали, это не праздник. Это не праздник, но тем не менее... Вы можете это по лицам видеть. Конечно. Тем более для нас эта победа важна. Чемпионат мира, чемпионское звание без победы над Канадой, это как-то пресно. Спасибо сборной страны Кленового листа за то, что вновь заставило наших парней, показать абсолютно все, на что они способны. Выжать из себя 100% потенциала и, может быть, вычеркнуть кое-что-то еще из резервов, которые недоступны к пониманию тех, кто не являются нашими с вами, Сергеем Идаевичем, соотечественниками. Президент Федерации хоккея Рене Фазель вручает приз за второе место капитану канадской команды Шейну Дону. Закаленный турнирный боец. Трижды приводил он свою команду к чемпионскому званию. Дважды был он капитаном на европейской земле в те годы, когда Канада завоевывала золотые медали. Но вот теперь утешительный приз. Ну и обратите внимание, улеглась радостью хоккеистов российской команды. В прошлом году по-прежнему нарезали они круги, обнимались. Все еще будет. И не верили, что их к счастью. Сейчас получат медали, получат кубок. И тут-то все начнется вновь. Мы видим, что вручает медведя российской команды президент Федерации хоккея Александр Медведев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяков. Георгиевская ленточка украшает пиджак Александра Медведева. Действительно, вчера отмечали мы святой праздник, День Победы. И сегодня еще один не менее замечательный, не менее радостный день, радостную ночь предстоит пережить нашей огромной Родине. Показали особенную радость Константина Горбякова. Это все-таки игрокомандный с Кассой Петербург. И геопрезидент хоккейного клуба с Кассой Петербург Александр Медведев. Одну шайбу забросил Константин Горбяков на этом турнире. Шальную! Но эта шайба открыла дорогу российской сборной в полуфинал. Впрочем, опять же повторюсь, выделяя чьи-то индивидуальные достижения, наверное, неправильно в этот момент. Каждый игрок... Еще раз, когда я... И особенно вот сейчас приятно посмотреть, что Александр Владислав Третьяк просто от всей души обнял Илью Брызгалова. Ведь в него он очень верил. Он очень хотел, чтобы Илья Брызгалов сюда приехал. Много для этого сделал. Очень много сделал. И Илья не подвел. Илья привел нашу команду к золотым медалям. Ну вот, а теперь самое главное впереди. Вот показывает нашего капитана Алексея Морозова. Нашего замечательного капитана. Который, может быть, не лучший турнир провел для себя. Одна шайба на его счету в девяти матчах. Но кто сейчас будет заглядывать в командную статистику? Алексей Морозов. Как он играл сегодня. Как он ложился по шайбу. Как боролся. Это настоящий командный игрок. Настоящее качество лидера. Помочь команде, если у тебя не идет игра там, где есть трудно и где нужна твоя помощь. И здесь капитана российской сборной. Кто будет капитаном нашей сборной, не было никаких. Это Алексей Морозов. Ну что же. Ренеф Лазарь, президент Международной Федерации Хоккея. И президент Международного Олимпийского Комитета Жак Роги. Не напрасен был наш вояж в столицу Олимпийского движения. Сергей Наилович, умолили мы древних богов, покровительствующим Олимпийским играм. Дать столь необходимую нашей стране победу. Видим пот и слезы Алексея Морозова. Получает он главный приз. И ждут сейчас, когда поднимет Алексей Морозов этот трофей над своей головой. Победный клич сейчас будет. Фото на память. Вот, чего мы ждали. Ух ты! Да здесь самый настоящий фейерверк под сотами первой арены. Сборная России пускается в победный пляс. А наша сборная в центре площадки и канадцы любуются на это со стороны. Вынуждены принимать как данность. Исчерпались запасы огня. Налет летит конфетти. Илья Брызгалов сейчас поднимал этот трофей над своей головой. Ну что же, приятные ощущения. 14 российских парней вновь имеют шанс прикоснуться к кубку сильнейшей команды планеты. И хорошим знакомцем становится главный приз чемпионатов мира по хоккею. Ну что же, на стыке веков сборной Чехии удалось трижды отвоевать звание чемпионов мира. Почему бы и нашим ребятам не замахнуться на повторение этого успеха в следующем году? А ведь очень важно, что вручал этот приз Жак Роги. Ведь впереди у нас главнейший турнир для всего хоккея. Это Олимпийские игры в Ванкувере. И так важно вот эта победа одержана накануне Олимпийских игр. Принято считать канадцев людьми без нервов. Но здесь у кого угодно выработается комплекс непобедимой российской команды. Будут рвать и метать, конечно, родоначальники хоккея у себя в Ванкувере, стремясь продемонстрировать, что по-прежнему лучше всех хоккея на планете играют они. И, может быть, в массе своей так оно и есть на самом деле. Но зато мы лучшие в мире специалисты по победе над Канадой в решающих матчах. И вот это звание у нас не отнимет уже никто и никогда. Тут был плакат, на котором был написан с возрождением «Красная машина». И, может быть, в массе своей так оно и есть на самом деле. «Красная машина» Действительно, вся страна гордится нашими золотыми хоккеистами, в очередной раз ставшими чемпионами мира. Более того, они подтвердили звание, завоеванное год назад, а ведь это, как известно, гораздо-гораздо сложнее. И на этом все. Спокойной ночи, страна. Мы, чемпионы, с вами были редактор Георгий Куренков и комментаторы. Двукратный чемпион мира, как комментатор Сергей Гимаев и Роман Скворцов. До новых встреч на нашем канале. И спасибо всем из победы.